Видно. Поставьте плюсы, минусы, либо в цифрах от 1 до 10. Слышно. Замечательно. Так, ну, давайте знакомиться. У нас сегодня открытый вебинар. Тема «Суть проекта. Интернет-бизнес на раз, два, три» и «Как заработать на свою мечту». Так, меня зовут Люка Мария. Так, минуту. Так, девочки, сейчас что с слайдами? Слайды видны. Звук Юль. У всех нормальный звук. У Юли что-то страдает. Ну, ладно. Так, значит, давайте знакомиться. Кто-то меня знает, кто-то меня еще не знает. Так как к нам каждый день в проект присоединяются новые партнеры. Меня зовут Люка Мария. Я менеджер проекта «Интернет-бизнес на раз, два, три» в 15%. Сегодня я расскажу о себе, о своем успехе. Прежде чем начать вебинар... Так, что-то у нас тут съехал слайд, но ничего, не катастрофа. Небольшие правила хочу напомнить. Прежде чем войти в комнату, в ячейке имя пользователя нужно написать свое имя, фамилию и в скобках человека, который вас пригласил в проект или на вебинар. Слева, где написано «Я модератор», ставим «Нет». Модератор сегодня «Я». И в правом нижнем углу знак «Россия», чтобы было все на русском. Все вроде у нас правильно сегодня зашли, молодцы. Ну и, как всегда, все мы советуем приготовить инструменты, потому что на вебинарах очень много чего полезного можно услышать для того, чтобы продвинуться, для того, чтобы добиться успеха. И, естественно, лучшего носителя информации, чем бумаги, у нас нету. Поэтому у кого что есть, блокноты, тетради, телефоны, диктофоны, можете приготовить, потому что, если какую-то фишку услышите, можете ее забыть. Так, ну и, конечно же, я расскажу о себе немного, свою историю. У каждого история длинная, индивидуальная, но сегодня я расскажу о себе. Пришла я в компанию, в проект, еще будучи студенткой, когда училась на первом курсе института. Я училась в Московской финансо-юридической академии, получила два диплома. Один красный на бухгалтера, другой синий на экономиста. Моя профессия бухгалтер-экономиста. Пришла я на экономию, на скидку, покупать продукцию Арифлейма со скидкой 20%. Это выгоднее, надежнее. Почему я люблю покупать через каталоги, я не люблю покупать в магазинах? Все очень просто. В магазинах много подделок. И что может быть проще, чем зайти в свой личный кабинет своего интернет-магазина, сделать заказ, и через день тебе курьер все привезет. Но о выгоде, где лучше, в магазине или через интернет-магазин, чуть позже. Так, ну вообще моя мечта была окончить институт, получить высшее образование и устроиться работать в Сбербанк России, главный, который у нас находится в Москве. И, естественно, о чем думает каждый студент, который заканчивает институт. О работе, о заработке, о продвижении в жизни. Конечно же, и я не исключение. Я задумывалась, куда мне устроиться на работу и на чем мне зарабатывать. Это была моя мечта. Устроиться в главный Сбербанк экономистом или бухгалтером. Я прям шла к этому. Но, так как я познакомилась на первом курсе института с проектом, я поняла, что есть и не только работа на человека, что, возможно, и построить свой бизнес, не имея в кошельке огромные деньги. То есть бизнес бывает разный. Бывает традиционный, а бывает через интернет удаленный. И, естественно, я никогда не предполагала, что можно построить какой-то бизнес, не вкладывая деньги. И раздумав все, увидев плюсы, минусы в том, если бы я работала в Сбербанке и если бы я работала на себя, я выявила, что я устрою Сбербанк, мне придется вставать в 6.30. 30 минут у меня будет на сборы. Я девушка опытная в этом плане, энергичная. Мне всегда 30 минут хватает, куда бы я ни шла. На мероприятия, по делам, по работе, на прогулку с друзьями, знакомыми. Мне всегда хватало 30 минут. В 7 у меня бы уже был выход из дома. И, как обычно у всех и бывает, час, час с лишним на дорогу, на работу пришлось бы тратить. И также вечером еще. Естественно, в 8.15 мне уже строго нужно было бы появиться на работе в Сбербанке. И работать до 6 часов, потому что график работы в этой сфере до 6 часов. И мне бы это все время, весь день пришлось бы сидеть в офисе за компьютером и не отлучиться толком, и не пообедать нормально, и везде бы я спешила. И, естественно, экономист-бухгалтер – это профессия не одна из самых легких и простых. Там нужно думать головой. И поэтому каждый день я бы приходила, и на моем столе лежала вот такая вот гора документов, с которыми мне и нужно было бы отработать в течение дня. Ну и, естественно, когда я еще не была знакома с проектом, я не задумывалась о том, что есть начальство, и что это как-то может повредить или, так скажем, замедлить твой рост в твоей сфере. Потому что, по моим слухам, мои знакомые очень много жалуются, что начальник злой, начальник приказывает, начальник захотел – лишил премии, захотел – дал премию. И очень редко бывает, что у людей с начальством очень хорошее отношение, точнее, в первую очередь, у начальства с людьми, которые работают на них. И, конечно же, я об этом не задумывалась, но пришло время, и я сообразила и все поняла. И никогда я такого не хотела. Я люблю свободу, я не люблю, когда мной кто-то командует, я хотела все сама. Ну и, простите, 6 лет я училась в институте, и мне там какой-то дяденька будет указывать, как и что делать? Да это вообще несправедливо, я считаю. Да, правильно, Полина, подчиненные и зависимые. Я не хотела ни от кого зависеть. И, конечно же, хотела продвинуться в жизни очень хорошо, и была все время в мечтах об этом. Я хотела всегда вот так вот. Работать удаленно, быть самой себе директором. Когда захочешь, тогда встал. Если плохо чувствуешь, можешь отложить дела свои, а не обязательно, как работать в организации, где-то ты должна была бы встать, несмотря на то, хорошо тебе или плохо, болеешь ты или не болеешь. Никого это не интересовало бы и не интересует. Поэтому я не хотела никогда так. Я всегда хотела свободной графика, свободного заработка. Сколько мне нужно, столько я и могу зарабатывать. И я это получила, потому что сделала правильные выборы в своей жизни. Я решила строить свой бизнес. И всегда хотела работать в тишине, спокойствии, чтобы никто мне не говорил никаких претензий. Если мне захотелось уехать на море или на дачу, на природу, то всегда я хотела, чтобы работа была рядом со мной. А в нашем проекте это возможно, потому что, чтобы зарабатывать в нашем проекте и продвигать свой бизнес, нужно всего-то интернет и технику. Ноутбук, компьютер, телефон, планшет, что угодно, что есть. И работа была и будет всегда с вами. Поэтому я и выбрала работать в проекте, где бы я ни находилась, из любой точки мира я смогу работать и зарабатывать деньги. Ну и плюс ко всему, почему я выбрала этот вариант заработка. Я человек очень талантливый, так скажем. Люблю петь, люблю рисовать и не могу просто не уделять время своим увлечениям. Люблю гулять по вечерам с друзьями, люблю ходить по музеям, как любая девушка, конечно же, я люблю заниматься шоппингом. И я посмотрела на своих знакомых, как они работают целый день до ночи в офисах и все время у них уходят на работу. Никуда они не успевают. Их зовешь погулять, они не могут. Только выходные, суббота, воскресенье. Я же, конечно же, не хотела так. Так, мое мнение, что работа должна нравиться тебе и у тебя должно быть время на себя. Если мне захотелось, я встала пораньше, сделала всю работу и днем или вечером пошла гулять или заниматься чем-то, чем я люблю. Рисовать, петь и играть на гитаре. Также, ну, у меня нехилые мечты, поэтому сегодня я и сделала тему «Как заработать на свою мечту». Ну, думаю, каждый человек мечтает о чем-то очень труднодостижимом и хочет быть обеспеченным и богатым человеком, ни в чем не нуждающимся. Поэтому мои мечты таковы. Одна из них уже исполнилась. Я очень хотела машину себе. И долго, когда я не ушла. Несмотря на то, что мне все деньги не летят с неба, как говорится, да, этого нужно достичь, если без кредитов, конечно же, это нелегко дается. Тем более, когда ты еще не очень развитый человек, так скажем, что у тебя есть и дома свои, и куча машин. Я только начала развиваться. Я в том году окончила институт в марте, и мое начало таково. В итоге я купила себе машину. Это уже кубок в моем звании один. Но осталось у меня две мечты, самые крупные в моей жизни, о которых я мечтаю. Это в 30-40 километров от Москвы коттедж, дом, где бы я жила в будущем, со своей будущей семьей. Еще я могла приглашать родных, близких, семью свою, родителей. Также я хочу дом, виллу. Конечно же, любому человеку хочется, что получше, поуютнее. И поэтому я мечтаю о вилле. Это тоже стоит ни хилых, ни маленьких денег, согласитесь. И к этому нужно иметь огромность. Не просто так. Пошел, поработал, месяцок и купил. Виллу я и дом возле моря хочу, чтобы в любой момент я могла взять свою работу, с собой уехать отдыхать. На море со своей семьей, родными, близкими. Также, почему еще я хочу дом на берегу моря, потому что я очень хочу своих родителей возить туда, потому что для здоровья лучше морского и горного воздуха ничего нет. И поэтому в моих планах построить и купить дом возле моря. Для своего же блага, для блага своей семьи. Так, ну, теперь я, естественно, расскажу, как работая в проекте, я заработала на машину. Машину я купила новую, без кредитов. Как я добилась этого? Скажу так, главное иметь огромное желание. И у меня это желание просто было нереально сильным. Я очень хотела осуществить это. И копила на это 3,5 года. Ну, даже 4 возьмем. И представляете, какое это нужно желание? Я начала копить на автомобиль еще за 3,5 года до получения прав. За 3,5 года я уже поставилась, что я накоплю на автомобиль, что я обязательно выучусь. А там неизвестно, как бы у меня в жизни сложилось. Правда, выучилась бы я, не выучилась. Хоть я и трудолюбивая, но разное в жизни бывает. И за 3,5 года до получения прав я начала копить деньги. Взяла отдельный кошелек. И каждый день 3,5 года я откладывала обязательно сколько-то. По 100 рублей, по 1000, по 500, по 5000, по 50 рублей. Но каждый день без перерыва я обязательно наложила в этот кошелек какую-то купюру. Какую-то копеечку, так скажем. И дала себе обещание и указание, что если мне понадобятся деньги, если я захочу там что-то, там шубку или сапоги какие-нибудь, и у меня в наличных не будет хватать на данный момент денег, то я никогда не возьму из этого кошелька ни копейки. И так и получилось. Как бы я никогда не нуждалась в чем-то, я никогда не отказывала себе ни в чем. И находила выход из положения, чтобы заработать и купить себе какие-то вещи. Поэтому 3,5 года кошелек копила свою сумму. И потом уже еще оставалось как раз-таки полгода, когда я купила автомобиль после получения прав. И получилось 4 года. Вот так вот. Поэтому главная фишка работы и желания – это огромное желание, чтобы вас просто, не знаю, из вас полыхало это все. Так, ну, суть нашего проекта и откуда же у нас деньги. Откуда же в интернете деньги, правда же? Просто в интернете. Ну, вот сейчас мы узнаем. Хочу напомнить, кто еще не знает, так как у нас и присутствуют, может, новички сейчас, и будут смотреть новые партнеры эту видеозапись. Что нужно делать, какие три правила у нас в проекте, чтобы начать зарабатывать деньги. Первое – это пользоваться продукцией Reflame. Естественно, все мы каждый день ухаживаем за собой. Особенно, что говорить о девушках. Каждая девушка хочет быть ухоженной, приятной. И каждый день она ухаживает, моется, чистит зубы. И не только девушка. Все это делают. Парфюм, помада, и все этим мы пользуемся. И если подумать, где лучше покупать? В своем интернет-магазине со скидкой минус 20% либо в обычном магазине? Ответьте, где лучше покупать? Где вам выгоднее покупать? В магазине или в своем интернет-магазине? Все молчат что-то. В своем, у себя. Конечно, в своем лучше. Ну и хочу рассказать, почему лучше покупать в своем интернет-магазине средства для ухода за собой. Вот если вы обратите внимание на схему, которая сверху обозначена, есть индивидуальный предприниматель, который держит свой магазин с продукцией и с товаром, куда люди приходят и покупают. Прежде чем этот товар попадет на полки магазина этого предпринимателя, директор должен заключить договор с производством, где, естественно, производят эту продукцию, всю косметику, которая будет продаваться на полках его магазина. И чтобы эта продукция доехала до магазина, естественно, нужно нанять крупного или мелкого оптовика, чтобы он довез от производителя до магазина эту продукцию. И тут большой минус. Крупные и мелкие оптовики, они на этом делают бизнес. Они очень хорошо научились это делать. И получается, что на производстве покупают 30% натуралки и 70% делают подделки. И пока эта продукция доедет до магазина, конечно же, накрутятся еще проценты. Оптовикам нужно платить зарплату, также оплатить проезд за бензин. Предприниматель плюс ко всему должен рекламировать, разрекламировать, туда приходили. Транспорт, все это накручивает проценты. И доходит аж до 600%. И получается, если человек, который заведует этим магазином, купил за 10 долларов помадку на производстве, то он просто вынужден уже за 60 продать ее в своем магазине, потому что он не хочет оказаться банкротом, естественно, и свой магазин закрыть. Но крупные оптовики, это, к сожалению, большой минус, потому что они на этом зарабатывают, делают подделки. И повезет вам, не повезет, это уж как случится. Поэтому личное потребление в интернет-магазинах – это и есть основа проекта. Это очень важно. Вы должны понять суть нашего проекта, что личное потребление – это основа проекта. Раньше вы брали в магазине обычном, теперь берем тут, в интернет-магазине «Арифлейм», где гарантированное качество, широкий ассортимент, скидки, акции, подарки, и плюс вы можете зарабатывать на своих покупках. Вот скажите, в каком-нибудь магазине, где вы покупали хоть что-то для ухода за собой, вы могли на этом зарабатывать? Вам делали большую скидку или минус 20% хотя бы на каждый продукт? Не от суммы заказа и покупки, а на каждый продукт минус 20%. В каком магазине, может, кто-то знает, делает такую скидку и выгоду? Нет, никто не попадался на такое, и я не попадалась. Поэтому лучше, чем покупать продукцию в своем интернет-магазине, нет ничего. И, как всегда, по традиции, я делюсь своими любимыми продуктами, своими любимками и палочками-выручалочками. Первый мой любимый продукт – это тушь 5 в 1. Ее код 30719. Кстати, кто еще не пробовала продукцию, о которой я сейчас рассказываю, можете записать коды и заказать себе, опробовать, так скажем. Чем я люблю эту тушь? Мне очень нравится, нереально нравится ее кисточка с зубчиками. С одной стороны у нее короткие зубчики, с другой стороны удлиненные. И этой тушью можно делать и объем короткими зубчиками, и длинными удлинениями. Либо сразу все вместе. Плюс ко всему эта тушь подходит аллергикам. И, естественно, это многое уже тоже, значит, я тьфу-тьфу-тьфу не аллергика, но меня очень привлекла эта тушь, потому что даже аллергики могут ей пользоваться. Также этой тушью можно подкрашивать ресницы на протяжении дня. И это не повредит вам. Поэтому я ее очень люблю. Также мне очень нравится туалетная водичка Лавли Гаден. Ее код 23838. Я всегда ею пользовалась. Помимо того, что мне нравится ее аромат, запах. Она пахнет лаймом, очень приятно. И не режет нос. Я ее люблю еще, потому что это туалетная вода, но она стойкая. Обычно стойкие бывают парфюмированные воды. Но нет, вот эта туалетная вода, она стойкая и держится в течение дня на теле. А если нанести ее на одежду, то может до трех дней держать аромат. Поэтому, кто не пробовал еще, попробуйте, потом напишите в своих комментариях. Также мне очень нравятся наши лаки The One. На каждый вкус и цвет, на любой. Цветов у нас очень много. И каждый раз у нас выпускаются какие-то новинки, все новые и новые цвета. Компания не оставляет нас в печали покупать то же самое. Она выпускает каждый раз новинки. Этот лак я люблю за то, что он держится неделю, если без покрытия на лак. А если нанести покрытие на лак, он держится 14 дней. Можете мыть посуду, убираться и ничего не повредит лаку. Плюс, к тому, у этого лака кисточка профессиональная, очень удобная. Поэтому называется это не лак, это гель-лак даже называется. Поэтому он такой стойкий. Ну и последнее, естественно, я не могу это не показать. Я очень люблю наше мыло Арифлейм. Почему? Я сравнила, купила мыло в магазине и взяла наше. Мыло магазинное уже через несколько дней, извините за выражение, в тряпку начало превращаться. Разлагаться. А мыло Арифлейм держало свою форму и аромат до последнего. Потому что наше мыло, оно все парфюмированное. И после того, как вы помоете нашим мылом руки, у вас останется аромат еще на 30 минут от этого мыла. Этим мне оно и нравится. Так обязательно делать в нашем проекте еще. Это приглашает людей в проект. Проект дает всем людям одинаковые возможности. Если у вас уже есть паспорт, а паспорт выдают с 14 лет, вы спокойно можете присоединиться к нашему проекту и начать зарабатывать деньги с опытными людьми. Они вас всему научат. Плюс у всех одинаковые возможности. У вас будет скидка от 20. А если акции какие-то большие выгоды, то и доходят до 75% скидки на всю продукцию Арифлейм. Также возможность участвовать во всех акциях распродажа. Тоже у всех одинаково. Бесплатно обучаться. Насчет обучения. Я хочу даже сказать, что платный какой-то курс однодневный, часа 3 или 2, стоит от 5 тысяч. Профессионалы, опытные люди зарабатывают на этом. Они делятся опытом. И мало где вот такие вот вебинары обучающие бесплатно. А тут мы все проводим бесплатно, все делаем для вас, обучаем, как можем. Делимся по максимуму. И, пожалуйста, приходите, слушайте и делайте. Главное, чтобы было желание. И не упускайте такую возможность. Ну, представляете, 5 тысяч бы два раза в неделю вы платили у нас на вебинарах. Это 10 тысяч в неделю. Да куда это годится? Естественно, это будут уже убытки. Поэтому пользуйтесь этой возможностью и нашими обучениями. Также рабочий график у всех свободного построения. Бесплатно путешествовать по всему миру также всем возможно. Бесплатно путешествовать у нас можно со звания золотого директора. Как стать золотым директором и что для этого надо чуть позже. Также шестое. Построить бизнес с неограниченным доходом, без отрыва от семьи, с правом передачи по наследству. Тоже всем возможно. У меня есть знакомая девушка. Тоже она зарегистрирована в компанию Reflame и занимается организаторской деятельностью. Она начала заниматься этим только около месяца назад, так как ей мама передала по наследству свою организацию, свой бизнес. И она сейчас вливается. Поэтому кому вы посчитаете нужным, ребенку, знакомому, вы можете передать наработанные свои, так скажем, результаты и бизнес. Также посещать бесплатный ежегодный банкет директоров. Тоже возможно всем. Со звания директора вы посещаете от компании ежегодный банкет директоров. Вопрос в том, что для всех есть возможность. Ну и третье. Естественно, обучаться. Обучаться и еще раз обучаться. Кто-то, возможно, приходит, таких очень много, без опыта. И впервые пробуют зарабатывать и построить свой бизнес с помощью удаленной работы через интернет. И естественно, без обучения тут никак. Для этого нужно посещать планерки, вебинары, как сейчас я провожу, и другие лидеры нашего проекта. Это просмотр видео, рекомендуемыми лидерами, людьми, которые вас пригласили в проекты. Командные чаты. У нас чат в Телеграм. Там этот чат работает 24 часа. То есть вы можете в любое время, когда у вас есть возможность, хоть ночью, написать туда свой вопрос и вам ответят. Там нет также никаких границ. И, естественно, читать информацию на почте, которую вам высылает ваш спонсор, человек, который вас пригласил в проект, который вас спонсирует. Саморазвитием еще также заниматься. Google, YouTube. Это бесконечные соцсети. Вы можете там и промотивировать себя. И научиться, как строить свой бизнес. И все там есть. Естественно, чтение книг, аудиокниги и так далее. Я перед вебинаром вставила видеоролик, где советуют обучаться без границ. Обучаться, обучаться, еще раз обучаться. И там рассказывалось про самого богатого человека во всем мире. Ему помогло обучение. Потому что он каждый день обучается. Так, поехали дальше. Про вебинары. Хочу напомнить, что наши вебинары проходят каждый вторник и четверг в 14.00. Обучение, мотивация, все присутствует. И каждый раз за час вам приходит на почту ссылка для того, чтобы вы могли посещать этот вебинар. Что нужно для того, чтобы зарабатывать деньги через интернет? Да, нужно всего-то, как я уже говорила, техника и подключение к интернету. И все. И все возможности ваши. Система построения бизнеса у нас также своя. Бизнес в проекте интернет-бизнес на раз, два, три. Без продаж, без вложений, еще раз хочу напомнить. И товарооборот идет за счет личного потребления команды. Поэтому я и сказала на предыдущих слайдах, что важно понять суть проекта. Что суть проекта – это личное потребление. Значит, о системе. Вот есть я. Я пригласила там Олю, предположим. Это человек, который тоже пришел, заинтересовался и захотел зарабатывать в проекте и развивать свой бизнес. Одну ветку под Олю строю я, так как в самом начале была договоренность, естественно, что до звания директора я полностью сопровождаю этого человека. И все, кто вас пригласил, все вам помогают, все лидеры. Они должны вас научить, чтобы какой-то результат у вас был правильный. Ведь не только вебинары. Вебинаров это мало. Нужна еще поддержка лидера, спонсора вашего, чтобы в любую секунду, минуту он мог вам помочь и подсказку дать. Поэтому одну ветку веду я, другую ветку ведет Оля сама под себя. И все эти люди – это моя организация. И также Ольгина. Все те люди, которые приходят с помощью Ольги, они также мои. И мне идет процент. Но я не пользуюсь этим, я помогаю Ольге развиваться. Так же, как и вы все, когда вы пришли в проект, вам ваш спонсор начал помогать. Правильно? И поэтому доход от процента оборота. Вы получаете как бы с обоих веток. Вам будут помогать, за вас будут делать половину работы. Вот скажите, на какой работе ваш начальник или кто там еще есть, директор, будет делать половину вашей работы, а вы будете зарплату получать. Не походу ни на какой работе, такого нету. Поэтому половину работы за вас будет делать ваш спонсор до звания директора. И регистрируя людей, вашу структуру. И увеличивая, конечно же, тем самым и свою структуру и организацию. И да, забыла сказать, суть системы – это регистрация людей один под одного. Потому что только таким методом мы сможем помогать людям развиваться. Так, о доходах. У нас есть уровни в процентах. За каждый уровень платятся свои деньги, так скажем. Уровни от 3% до 22. 3% – это 150 баллов бонусов со всей группы, со всей организации, которая под вами. И это 4500 в рублях. На 3% за 150 баллов вы получаете 150 рублей. Да, покажется это очень мало. Но, естественно, для очень много других возможностей. Если вас не устраивает 150 рублей, у нас есть еще куча возможностей заработной платы. И, естественно, когда лично я пришла в проект, ну, меня не удовлетворило 150 рублей. И я, естественно, засмотрелась на уровень 22%. От 18 до 30 тысяч доход. Чтобы выйти на этот уровень, нужно иметь... ...в своей организации 7500 баллов товарооборота. В рублях это 225 тысяч. Да, и у меня... ...многие, может быть, подумают, что это невозможно. 225 тысяч. Это невозможно же одной сделать, правильно? Но, если бы это было нереально, и неосуществимая компания бы нам это не предлагала. Поэтому это возможно, и я сейчас расскажу, как это сделать. Также, если вас не устраивает доход от 18 до 30 тысяч, вы можете... Вот, пожалуйста, таблица... Так. Загрузилась таблица вторая у меня почему-то... Девочки, прием. Таблица вторая загрузилась. Видно слайд? Так, ну ладно, продолжим. Наверное, видно. Поэтому, кого не устраивает 30 тысяч, можете и зарабатывать больше. Вплоть до миллиона за три месяца. И чтобы стать золотым директором, как раз-таки я сейчас расскажу о путевках бесплатных. Нужно иметь под собой два человека, два партнера, которые тоже получили звание директор. И вам автоматически начисляется премия 2000 долларов за то, что у вас появилось таких два партнера. Тебе... Как... Как ты вырос... Дат... Продолжение следует... 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 Только подумайте, 52 миллиона, и как вы найдете людей, партнеров себе, или не найдете, как вы думаете? Кто думает, что не найдет? Никто не думает, и я тоже так не думаю, поэтому соцсеть ВКонтакте самая продвинутая. Там сидит 52 миллиона 700, и вы обязательно найдете своих людей, вы обязательно построите свою сеть потребителей. И не просто сеть потребителей, сеть еще. Так, идем дальше. В чем же в итоге суть? Все просто. Если говорить коротко, о двух словах, мы все чистим зубы, моемся правильно, пользуемся парфюмом. И вам за это не платят нигде, а у нас платят, и теперь вы сможете получать за это деньги. Это и есть суть проекта. Мы пользуемся продукцией сами и зовем других делать то же самое. От всего созданного товарооборота вы получаете хорошие проценты. Это нужно всего лишь сделать, один раз потрудиться и наслаждаться всю свою жизнь, так скажу. Стремясь к этому, с помощью своих целей, задачи, поставленной мною, действия, я работала так же по этой системе. Мой результат получился на данный момент таковым. Я стала менеджером, менеджером 15%, и это уже не начало, это уже середина, но для меня это только начало. Я хочу большего, и я этого добьюсь. В чем плюс также получать новые звания? Вас компания будет поздравлять на сцене при всех, при всей аудитории, вручать вам цветы, сертификаты денежные дадут. Обязательно поздравят, обязательно организуют мероприятие шикарное при фонариках, звездах, салютах. Что еще там можно перечислить. И на фотографиях это одно, но это нужно ощутить все на себе, пропустить все через себя. И тогда у вас зажгется внутри желание еще больше, еще больше достигать и идти вперед, вперед и вперед. Кажись, дойти до директора и остановиться. 30 тысяч и так ничего. Но когда есть такие возможности, вплоть до заработка миллион в 3 месяца, простите, какое остановиться. Вам хочется больше? Вы же уже опытно будете в этом. Вы станете директором или кто-то уже директор. И естественно вам захочется еще больше. Еще больше денежных премий, еще больше поздравлений. И это все вас будет очень мотивировать. Вот мой доход. Когда я стала менеджером, я стала зарабатывать в месяц 34-430 рублей. И за 3 недели вот тут указано 25 822 рубля. И этого я достигла в звании менеджера. Только в звании менеджера. Хотя 30 тысяч зарплаты начинается с директора. Но раскрою секрет. Я занимаюсь не только организаторской деятельностью. Когда я училась в институте, я набрала себе клиентскую базу. Людей, которые у меня всегда заказывали и продолжают заказывать. Но это по желанию. У нас проект основан на системе, по которой нужно работать в интернете. У нас удаленная работа в проекте. Но по желанию вы можете заниматься еще клиентской базой. И также получать свою прибыль плюс 20%. Поэтому в звании менеджера я и достигла такого результата. У меня было очень много и есть заказов от клиентов. Также организаторская деятельность у меня продвинулась. Своя структура появилась. И все это вместе дало мне такую заработную плату. Я этого всего желаю и вам. Желаю так же, как когда-то я. Посадить такое маленькое-маленькое семечко в горшочек с землей. Поливать его, поливать и еще раз поливать. И поливать столько, пока не вырастет вот такое вот огромное зеленое денежное дерево. Когда-то и я пришла в проект, ничего не зная. Когда-то и я начала с нуля. И у меня ничего не было. Ни одного человека. И в один прекрасный момент, как и у всех начинающих, у меня так же появился первый мой человек, партнер в моей организации. И все это тоже, как и вы, я развивала с нуля. Но у меня это получилось. А чем вы отличаетесь от меня и от лидеров, у которых тоже это все получилось? Ничем. Вы такие же люди. И такое дерево может вырастить каждый. Лишь бы было желание. Также я хочу научить и подсказать вам золотое правило, которое нужно помнить на протяжении всей жизни. Научитесь тому, чтобы не вы работали на деньги, а деньги работали на вас. Чтобы вы не сидели целыми днями и тратили все даже свободное время на работу, вот так вот, как на картинке сидят офисные сотрудники за компьютером. И потом в конце месяца стояли в очереди еще в кассу к бухгалтеру, чтобы получить свою зарплату 30 тысяч. В среднем у нас в Москве зарплата 30 тысяч, если работать в офисе, в организации какой-то на человека. Еще нужно в очереди простоять за своей зарплатой. Но это куда годится? Научитесь тому, чтобы деньги работали на вас, но не вы. У нас в проекте это возможно. И это очень хороший шанс этим воспользоваться. У вас будет своя организация, своя сеть потребителей, из которых у вас будет каждый месяц, каждые три недели идти процент. И создав хорошую, мощную организацию, вы можете потом ничего не делать. Вы можете жить на проценты. И это, кстати, одна также из моих мечт, жить на проценты. Все, что необходимо, найти людей в соцсетях, как я уже сказала, их бесконечное количество в соцсетях, особенно ВКонтакте. Научить их всему, всей этой системе рассказать, проконтролировать, все держать под своим контролем, вывести название директора, постоянно быть рядом со своими партнерами, обучать их и получать в итоге свой процент. Кто-то, возможно, будет приходить и просто покупать продукцию. Может быть, кто-то не поймет до конца проекты, но будет заказывать. И все равно с покупок ваших приглашенных людей вам будет идти процент, и хороший процент. Поэтому, кто хочет жить на проценты, пожалуйста, можете начинать прямо после этого вебинара. И почему я говорю, что это очень хорошо, когда процент сам автоматически капает вам на счеты, заработную плату, но вы ничего не делаете. Вот так и получилось у меня в этом году. У меня в этом году был очень насыщенный отдых летом. Я два месяца отдыхала. Первый месяц я поехала в республику Башкортостан полазить по горам. Вот фотографии. Целый месяц я провела там. Целый месяц. Ничего не делая, не работая. Второй месяц я уделила поездке на море, отдыху. Также я ничего не делала. Я отдыхала, заряжалась энергией, чтобы потом внедриться в работу и достичь новых и новых званий. Поэтому я и говорю, лучше создать крупную и устойчивую организацию, свою сеть, чтобы процент вам капал. Я ничего не делала два месяца, но процент мне капал с моей организацией и структуры. Но это разве не классно? Это очень классно. А если вы найдете еще партнеров, которые станут в вашей организации директорами, это будет еще больше процент. Поэтому вот семь причин, почему лучше работать на себя. И я это поняла после института. Вы зарабатываете круглосуточно, как я и сказала, при вашей организации ничего не делал, вам капает процент. Все доходы ваши. Сами регулируете свой доход. Сколько захотите, столько и заработаете. Все в ваших силах. И тут нет границ. Получаете также знание, как стать финансово независимым. Вас этому в организациях начальники не будут учить, как работать лучше, чтобы вам дали премию. Да такого никогда нигде не было. Сами себе хозяева. Когда захотите, тогда и садитесь работать. Захотели отдохнуть, пошли отдохнули. Захотели, запланировали, чтобы вы могли сходить в кино хоть на целый день. Утром встали, обработали странички, все сделали, собрались и уехали отдыхать. А проценты автоматически вам капают сами по себе. У них своя жизнь, так скажем. Также вы находитесь в безопасности. У нас проект строится по закону Российской Федерации. И поэтому, где требуются вклады, это обман. Не идите туда. У нас вложений нет. Только 149 рублей за регистрацию. 149 рублей – это копейки. Чтобы начать свой бизнес, вам нужно просто заплатить за регистрацию 149 рублей. И ваш бизнес при вас. Также вы определяете свой круг общения и свободу перемещения тоже сами. И вот, если правее прочтете, у каждого есть выбор. Устраиваться на работу, на начальника работать или создавать доход другим способом. Многие из нас и из вас уже знают, что поиск работы – это совсем не то, что им надо. Доверяйте своей интуиции людям, которые уже достигли успеха и осуществили много своих мечт. Как только вы примете решение работать на себя, вы поймете, что способны дать другим то же самое. Огромные ценности, свой опыт, поделиться с ними. И им будет плюс, и вам будет в плюс. И они с радостью заплатят вам за это. Потому что вы поделились своим опытом, вы помогли человеку создать бизнес свой и разбогатеть. Пройдет время, и вы убедитесь, что это было одно из самых ваших мудрых решений. Потому что лучше, чем иметь свой бизнес, ничего нет. Работая на человека, в организации, вы делаете счастливым и богатым ваше начальство, но не себя. Если не сделаете это вы, сделает кто-то другой. Я всегда это себе говорила. Если не приглашу я, или пригласила, предположим, я партнера, и не развиваю его, не помогаю. Этого партнера, естественно, переманит другая компания, другой проект. И что получается? Я нашла этого партнера, заинтересовала, получается, его развивать свой бизнес через интернет, а проценты с него будут получать другие. зачем это? Лучше я буду этого человека сопровождать, обучать. И это не сделает никто другой, если буду энергичный я, и буду все время рядом со своим партнером. И поэтому в нашем проекте все лидеры, все люди, которые вас пригласили сюда и сейчас, они вас будут поддерживать полностью, до последнего. поэтому, если не будете рядом вы, будет кто-то другой. Не возьмете все в свои руки, под свой контроль возьмет кто-то другой, как я уже привела сейчас пример. И всегда будет кто-то другой, найдется кто-то другой, кто захочет получить успех вместо вас. А зачем, если вы можете получить этот успех первее, чем он? Поэтому задумайтесь над этими словами, и у вас сегодня есть выбор. Воспользоваться этой бизнес возможностью получить все эти выгоды проекта и компании ради своей мечты или остаться же при своем мнении, работая на человека, на босса и осуществлять его мечты. При любом варианте как бы вы правы. Но это ваш выбор. Увидели вы в этом плюс или не увидели. Но еще раз повторюсь, лучше, чем свой бизнес, нет ничего. Если у вас есть мечты, кому-то возможно нужна квартира, кто-то хочет обучить в очень хорошем институте своего ребенка, но не хватает денег, пожалуйста, подключайтесь прямо сейчас к нам в проект, вас научат опытные лидеры, опытные люди, простите лично, если обо мне, говорить, я уже 4 года в компании, в проекте, и уже веду вебинары. Но в чем границы? Нет границ никаких. Добавляйтесь к нам в проект прямо сейчас и развивайте себя и свою жизнь. Ну, на этом все. Спасибо, что вы присутствовали на моем вебинаре. Я думаю, все получили что-то нового, замотивировали, какие-то фишечки для себя взяли. Поэтому я желаю вам успехов в продолжении